Золотая черепаха Знаем нескучные новости и идем на концерт инклюзивной студии. Не переключайтесь! Съемочная группа программы «Налегке» приехала на концерт вокальной инклюзивной студии для того, чтобы поддержать ребят и показать вам, что сила творчества делает необыкновенными и особенными всех детей без исключения. Не переключайтесь и вдохновляйтесь вместе с нами. Добрый день! Здравствуйте! Сегодня концерт? Необыкновенный концерт. Сегодняшний день называется «Радость моя». Я детский автор и уже более 30 лет им являюсь. И все свое творчество я посвятил детям. Это около 300 песен. Вот этот момент в моей жизни посвящен бесспорно особенным детям, инклюзивным. Духовник нашего фестиваля – отец Игорь Коростылев. И когда я к нему попал, приход всех скорбящих радость. В монастыре есть социальные мастерские, где прибывают более 100 человек. Ребят с психофизическим развитием и другими отклонениями по здоровью. И когда я с ними столкнулся, я понял, что есть другой мир, который такой же талантливый, такой же открытый, такой же чувственный. И благодаря моему приходу и фестивалю «Благовест» мы внедрили инклюзивную номинацию в наш конкурс. Ну а вообще инклюзивная студия, инклюзивная номинация, она подразумевает то, что в студии, допустим, занимаются и здоровые дети, и детки с особенностями. Вы знаете, так получается бесспорно. Мы не ставили никаких градаций, и наши двери открыты для всех. Дети приходят в наш мир словно ангелы. Поэтому мы, взрослые, должны оберегать этот свет, чтобы был мир, и чтобы в каждом доме пребывала любовь. А радость моя в каждый дом, в каждое сердце. Приходите к нам. Привет. Как давно ты занимаешься, и почему именно вот эта вокальная студия? Я занимаюсь шести лет, мой первый педагог – это мама. Она учила брата на фону играть, меня учила сначала пению. Но с девяти лет я начала петь в классической манере, и сейчас использую две эстрадные – классическая. Но студия «Радость» моя, она просто дает раскрыть все свои таланты. И вот мне нравится то, что здесь можно себя проявлять по полной. Ты у нас девочка непростая, да? Есть же какие-то призы, дипломы. Можешь нам рассказать? Я еще по флете занимаюсь. У меня есть приз от Хаскина, такого флетиста. Чарующий звук – это хрустальная ваза, там прямо написано школа, в которой я училась, номер 19. Вот педагог мой. Конкурс «Музыка надежды» где-то занял на второе место. Я еще ехала в Петербург, там есть первые и вторые места. И в Москве я была несколько раз. И тоже призовые места наверняка. Ну смотри, флейта, классическая пения, эстрадная пения. Сейчас ты учишься, да? Ну, дирижера. Ну что все-таки ближе к тебе? Ну мне очень нравится на сцене выступать. Я даже сама удивляюсь, как я себя на ней веду. Я проявляюсь по-другому, я становлюсь совсем другим человеком, мне так кажется. Ну и хор я тоже не хочу оставлять, потому что я даже в детстве после первого занятия хора рассадила всех кукол и хор им преподавала. Я хочу быть разносторонним человеком, вот, и поэтому мне хочется и гастролировать с хором, чтобы другим радость доставлять, и себе тоже доставлять на сцене радость. Получать такое вдохновение, чтобы потом с хором работать. Светлана, добрый день. Добрый. Рассказывайте, вот это вот ваш, не знаю, дом, обитель, да, куда могут прийти абсолютно любые дети. Чем позаниматься? Это центр дополнительного образования детей и молодежи «Контакт» центрального района. города Минска. Мы рады приветствовать всех ребят, не только нашего района, а и всего города. На базе нашего центра работает ресурсный центр по поликультурному воспитанию. И одно из направлений – это объединение кружки занятия, да, детей, как здоровых, так и с особенностями, да, ребят, которые требуются немножечко больше внимания. Такие объединения по интересам у нас есть в разных направлениях. Это автомоделирование. Есть такое объединение у нас юных художников. Есть ребята, которые занимаются вокалом. И вот сегодня это еще одна радость наша, да, это вот студия инклюзивная, где занимаются ребята с особенностями развития по зрению. Что немаловажно, это объединение, которое действительно объединяет взрослых, детей, педагогов. Ну и мы никогда не отказываем никому, кто бы хотел и мог помочь вот в развитии этого данного направления. Аня, привет! Здравствуйте! Рассказывай, ты у нас поешь? Да. Что поешь, как давно поешь? Я пела с первого класса. Я обычно в тени. Меня ставили обычно на потанцовку, на подпевку. Я никогда не пела сольно. Ну а потом, когда пришла уверенность? Ну, в радость мою. И там мне сказали, будешь спеть сольно. Вот я и согласилась. Сразу согласилась, не пугалась? Так, а в смысле, я этого всегда хотела? Ну смотри, это первый такой внушительный концерт, да? У вас красивые платья, прически. Есть уже понимание того, что хотелось бы, не знаю, артисткой, может быть, стать, продолжить? Нет, я хочу в информационно-литературной, я хочу писать стихи, потому что я их пишу. Можешь прочитать. Зимовые забавы. Наварила снег усмат, напереда дни колят. Люди с танками на снег, шуется десятка смет. А на озере есть лед, веселится и день народ. Ну хорошо, ну пение-то останется у тебя как копия? Так я люблю петь. Вот когда уходишь с занятий, кажется, что хочется быстрее еще на следующее занятие? Не знаю, это в зависимости от того, какое занятие. Если занятие замучило и я уже уставшая, то я хочу быстрее в кровати. Удачи на концерте. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»